Доброе утро, дорогие братья и сестры, друзья! Друзья, сегодняшний воскресный день называется Днём Святых Праутцев. Это день, когда христианский мир вспоминает Рождество Христово по Григорианскому календарю. А наша Церковь живёт юлианским календарём, и поэтому этот день Святых Праутцев. И среди святых, память которых мы совершаем сегодня, за две недели до Рождества Христова, по юлианскому календарю, мне хочется обратить наше внимание на имена святого пророка Даниила и тех трёх отроков, которые были брошены в огненную печь за их отказ поклониться идолам. О пророке Данииле можно сказать только одно главное. Прежде печи он был брошен на растерзание диких зверей. Брошен только за то, что отказался хоть один день остаться без молитвы. Он отказался спасти свою жизнь ценой того, что столько людей и так легко делают изо дня в день. Не поклониться Богу, не восхвалить Его имя, не выразить Ему свою преданность, не вознести заступническую молитву печальника о людях перед престолом Божиим, Он посчитал для себя это невозможным даже для того, чтобы спасти свою жизнь. Над этим нам стоит задуматься в наше время. О отроках, которые были брошены в огненную печь, я хочу остановить наше с вами внимание на двух моментах. Первое. Они тоже оказались готовы заживо быть сожженными, скорее, чем поклониться идолу, статуе, образу земной власти и по приказу отступить от Бога для того, чтобы служить другим ценностям земным. И вновь параллель. Разве именно это не делаем мы изо дня в день, подчиняясь всякому повелению, служа всем земным ценностям, предпочитая безопасную жизнь опасности быть Божьим человеком? И второе. Каждому откровению о святости людской, о величии человеческого духа, о безграничной преданности людей, подобных нам, преданности Богу всегда сопутствует некое откровение о самом Боге. И вот эти три отрока, отказавшись поклониться идолу, были брошены в огненную печь, так страшно разжженную, что она издали обжигала подходящих к ней. И царь-мучитель решил посмотреть, как они страдают. И он подошел, как мог, ближе к этой печи и обратился он к своим советникам. Не трех ли людей в цепях бросили мы в эту печь? Каким же образом, каким же это образом, я вижу там четырех движущихся свободно, и один из них – Сын Божий? В ответ на верность этих трех отроков Христос, Спаситель, сошел к ним еще до воплощения, в сияние своего божества и в образе человеческом освободил их от уз, спас от смерти и прославил их перед лицом царя-мучителя и его клевретов. Вот, что нам говорит о Боге это событие. Там, где горит страдание, там, где пламенеет искушение, там, где ужас смерти охватывает людей, Он, Господь, в их среде не чужой, не призывая их как бы извне к терпению, которое Он Сам не проявил бы, не спасая их извне без участия в их страданиях. Вдумайтесь, наш Бог сошел в нашу среду, Он приобщился всему, что составляет человеческую судьбу. Огненные искушения, испытания Он пережил и устоял. И среди огненного испытания Он дает свободу тем, которые остаются с Ним. В самые глубины человеческого ада Он сошел и там возвестил свободу и победу Божию и новую жизнь людям. И разве перед таким Богом можно не поклониться? Разве можно Ему отказать служить? Разве можно предпочесть какие-то другие ценности, чем ценности Божьи, крестовые, на земле? И отдаться другой власти, чем власть Христова? Подумаем об этом. Идет на нас день Рождества Христова. Как мы его примем? В этот день Он сходит на землю, вступает в ограничение тварного мира, вступает в родство, в уродство падшего мира, углубляется в ад греха, оставаясь безгрешным. И все по любви к нам. Найдется ли в нас великодушие ответить любовью на любовь? Найдется ли в нас мужество, как у пророка Даниила и этих отроков и несметного числа святых ответить на его призыв стать Божьими людьми? Знаете, когда мы вглядываемся в списки святых, как поражают такие слова. Святой такой-то с женой и двумя детьми, такой-то с братом и с таким же числом друзей. И эти друзья, и эти братья, и эти жены, и эти дети насчитываются тысячами и тысячами. И они были, как и мы, хрупки, они тоже боялись боли, они тоже хотели жить, но они предпочли верности любви предательству. Предательству в малом. И поэтому оказались способными быть верными во многом. начнем и мы с малого. Будем верны Богу во всем том, что доступно нашим малым силам. И вырастим мы в меру тех людей, которые во многом оказались верны и вошли в радость и славу Господа своего. С наступающим праздником! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok